ну давайте начнем те кто присоединятся смогут. Семен Николаевич передаю слово, давайте начнем ваш пост, о чем он был, какие у нас сегодня новости получаются. Меня зовут Хултан, но мы, так сказать, решили, или мне мадма позвонил, сказал, что надо поговорить и так далее, но я сразу поношу, ребята, извинения за свой голос, потому что немножко голос осил, немного приболел, но, я думаю, говорить мы сможем. Значит, я хотел бы поговорить, так сказать, о ситуации, которая у нас складывается вокруг назначенного господина Трапейска, против которого мы с вами уже столько, уже полгода, по-моему, боремся с 26-го, как его назначили, пытаемся различными путями отстранить его, ну, конечно, правовыми методами, различными правовыми собираем витьями и так далее, нас привлекают к ответственности, наказывают и так далее, штрафы, пледа, принудительным работам обязывают, но в последнее время ситуация развернулась в обратную сторону. Вы знаете, что мы такое, может быть, такое очень важное время, когда мы выиграли касационную жалобу в Краснодарском крае, по митингу 27-го знаменитому на скамейке, и сейчас уже те ребята, которые привлекаются, наши активисты, по ним дела прекращают, вот, и сказать в этом уже неплохо не войну. Сейчас мы в Кадаре касаться еще, значит, по тем событиям, по митингам, в частности, по митингу, который был у вас 1-го октября на площади Пабы до 7 дней, и попытаемся, значит, еще раз обжаловать митинг, который по 29-м сентября, самый первый так называемый сход. Вот все это, наша, кстати, борьба. Но, несмотря на все это, господин Торопезников продолжает сидеть во голове нашего города, нам все это очень не нравится, но результата таких пока конкретных нет, тем более он буквально месяц, по-моему, когда он там был, 5-го марта сегодня, в начале марта, да, в начале марта, окончательное утвердение. Ну, в чем дело, значит, о чем я хотел сказать. После того, как господин Торопезников пришел сюда к нам в Элисту, кроме того, что мы это организовывали в митинге, в Борисе и так далее, я занимался чисто такими юридическими вопросами, которые не требуют, так сказать, которым не нужна такой шуми. То есть в тишинете все вопросы делаются, юристы это знают, копаешься, изучаешь законы и тому подобное. Меня заинтересовал такой момент. Когда я зашел на сайт администрации города Элисты, меня, как и всех, наверное, жителей калмыки, большинство поразило такая очень бурная биография этого человека, господина Торопезникова. И, конечно, поражает воображение его, так сказать, образованность. Этот человек имеет, ну, давайте так скажем, вот я взял с собой, снял скриншот сделал с сайта администрации города Элисты, который там сейчас пишет, и обратите внимание. Вот по теме, кстати, его образование, высшее там, да, пишется. Вот он что закончил. Первое. Донбассскую государственную академию строительства архитектуры с отличием. Второе. То же самое. Донбассскую государственную академию строительства архитектуры уже в 2004 году. После одного он уже два раза в одну и ту же академию поступал, два высших образования. Потом третье образование высшее. Донецкий государственный университет управления заканчивает. Четвертое. Макеевский экономика, гуманитарный институт с отличием тоже оканчивает. Пятое. Кабардино-Балкарский государственный университет имени Бербекова в 2017 году заканчивается с отличием. Шестое. Выше учебное заведение. Донецкое академическое управление государственной службы при главе ДНР тоже заканчивается в том в 2017 году. Еще плюс он закончил, как вы знаете, курс или что. Ну короче, получил еще один диплом. Закончил заочно вот эту академию. Военную академию. Так что в Томске имеется высшее образование военное. Полковник. Все это дело человек, которому чуть больше там 30 лет, 35, 36 лет, имеет 2, 3, ну или 7 высших образований. За столь короткий срок жизненный. Как это умудрилось? Я решил, так сказать, поинтересоваться. Мне это стало интересно. Ну как же так? Дайте я уточню некоторые вещи. Но меня не интересовало, так сказать, все эти учебные заведения, которые он заканчивал там в Донецкой Народной Республике. До этого, наверное, я не могу. Ну все, все он заканчивал там, в Донецке. Для нас, для россиян, для элистинцев никакого значения. И вот этот багаж огромный не интересует. Меня заинтересовал только пятый по списку Кабадинов Балкарский государственный университет имени Бербекова, который он закончил в 1917 году с отличиями. Я решил выяснить, как же он умудрился все это дело одновременно закончить в этот год 2 вуза и наш российский государственный университет Кабадинов Балкарский. Я, значит, в 16, где-то в середине декабря направил, значит, Кабадинов Балкарский государственный университет запрос с просьбой предоставить мне информацию, когда, на каком факультете, когда обучил господин Трепельского в ваш вуз. Значит, мне вскоре приходит оттуда ответ буквально через два дня за подписью первого проректора по учебной работе Лесева вот он, вот этот, значит, и он мне пишет, это, значит, 18 декабря 2019 года о том, что, кратко, такую информацию они мне предоставить не могут, потому что эта информация относится к персональным данным. Ну, я это возмудился и, значит, 22 декабря снова повторно направляем запрос и объясняю, почему запрос об учебе господина Трепельского Балкарского государственного университета не является государственной тайной и не относится к персональным данным, поскольку я не запрашиваю у него там данные паспорта, год рождения, все какие-то счета, мета, я у него спрашиваю, когда, прошу предоставить информацию, когда Трапезников учился в вашем вузе, на каком факультете, когда он его окончил, в чем дело, почему скрывает. Опять направляют, значит, в этот Кабальнино-Балкарский университет, и они мне опять, значит, 26 декабря через четыре дня присылают, значит, вот это Кабальнино-Балкарский университет опять за подпись того же проректора, что не могут по тем же основаниям, то есть являются персональными данными Трапезникова, обращайтесь к нему, если он даст, значит, разрешение, чтобы я вам эти персональные данные передал, то есть эти силы, которые мы заплатили, тогда мы дадим. Вот. Ну, я понял, что с этими ребятами никакого продвижения в этом украине не будет. Но сам для себя я уяснил точно о том, что господин Трапезник все-таки в этом ВУЗе каким-то образом там наследил. То есть как он, я решил для этого выяснить. Значит, поскольку они отказываются университет, университета предоставлять информацию об учебе Трапезников в Кабальнино-Балкарском университете, это меня, сказать, наводит на некоторые мысли. А учился ли господин Трапезников там, либо он просто чистился в этом университете, не посещал никакие занятия, а потом, как обычно в своей так бывает, получил диплом и будь здоровым. Вот. Нет ли тут, кстати, коррупционных составляющих? Я обратился, значит, тогда в прокуратуру, в республиканскую прокуратуру Кабальнино-Балкарии с просьбой значит, оказать содействие мне получения принудить вот это руководство Кабальнино-Балкарского государственного университета, чтобы они мне дали информацию об учебе Трапезников в этом УЗИ. Значит, вскоре, значит, я получаю из прокуратуры Кабальнино-Балкарии письмо, получаю 20 января, это уже после Нового года, значит, за подписью начальника управления подзора и исполнения федерального законодательства Соктаева, о том они где они мне сообщают. Значит, письмо это было, что а, те, что у него получено и так далее. Потом, значит, письмо, они вскоре мне сообщают, что письмо о моем обращении к генеральному прокуратуру, прокуратуру и так далее, они направили в Роскомнадзор Республики Кабальнино-Балкария. Зачем? Я же при чем тут Роскомнадзор Республики Кабальнино-Балкария, удивляюсь я. Значит, Роскомнадзор, ну, ладно, думаю, идут. А, вернее, да, значит, направили туда и говорят, значит, они вам дадут ответ установленный законом срок. То есть, в течение месяца. Я прождал ровно месяц и, значит, вскоре мне приходит из Роскомнадзора из Кабальнино-Балкарского письмо о том, что, значит, Кабальдино-Балкарский государственный университет не предоставляет им информации об обучении тропезинка в этом УЗИ. И в связи с этим им необходимо еще время, и они просят, вернее, ставят меня в ответ, что ответ на мое обращение еще переносится на один месяц, то есть до 20 марта текущего года. Я, значит, это меня не устраивает. Я обращаюсь в Генеральную прокуратуру с просьбой, значит, оказать воздействие на прокуратуру Кабальнино-Балкария, поскольку они, не занимаются своей работой. И буквально вот это, значит, через некоторое время я получаю, значит, из Роскомнадзора письмо о том, что я могу обратиться вновь к Кабальнино-Балкарскому государственному университету, поскольку в Роскомнадзор Кабальнино-Балкаре сообщает, получено, значит, согласие господина Трапезникова, чтобы они передали о нем информацию мне. То есть они позвонили, именно господин Трапезников, вот такой житель города Листы, Акеев, нас достал, звонят и все интересуются, как вы здесь учились, на каком факультете и тому подобное. И вот они мне сообщают, что, дескать, такое согласие к Трапезнику получат. Значит, я тут же пишу, как мне посоветовал Роскомнадзор опять с обращением в университет, Кабальнино-Балкарский, о том, что дескать, так и так мне сказали, что согласие господин Трапезникова на передачу информацию получено и прошу мне эту информацию предоставить. Значит, жду где-то неделю, ответа нет из университета. 18-го числа я им опять направляю в марте письмо о том, что я уже, так сказать, ждать уже нельзя, поскольку давать ответ, давать. И буквально 19-го марта они мне присылают ответ. И вот он ответ. Вот он ответ. Посмотрите сюда. Вот видите ответ? Скабальнино-Балкарин. Что здесь пишут? Вот, 19-го марта опять заход первого проектора по учебной работе Лесьева. Вот он пишет мне. В соответствии с выпиской из приказа номер 144 дробь С тире ЗФО о 12 октября 2017 года трапезников зачислен в качестве экстерна для проходения государственной итоговой аттестации в магистратуру Кабардино-Балканского государственного инститета на заочную форму обучения по направлению 38.04.01 экономика. Да? Запомнили? Значит, 12 октября 2017 года его зачисляют экстерном на заочное обучение. Дальше пишут они. Согласно выписке из приказа номер 153 дробь С тире ЗФО от 10 ноября 2017 года трапезников окончил Кабардино-Балканский государственный университет по направлению 38.04.01 экономика с присвоением квалификации магистра. Магистр. После окончания трапезнику выдан диплом магистра с отличием. Серия такая-то от 10 ноября 2017 года. Да? Смущает вас что-нибудь? Меня смущает. Смотрите. 12 октября 2017 года он зачисляется в Кабардино-Балканский государственный университет, а 10 ноября 2017 года оттуда выпускается золотой медалью из диплома. В течение 28 дней человек прошел весь курс обучения всю программу да? И стал полноценным дипломированным специалистом Кабардино-Балканский Уфта Магистром Магистром Совершенно верно Вот я так сказать был этому удивлен естественно видно что же это то ли что что мне непонятно чем они сделали я стал тут же снял позвонил приемную комиссию Кабардино-Балкарскому университету и говорю вот так и так я интересуюсь возможностью поступления в ваш университет экстерном на заочное отделение под какой-то специальность приемную комиссию о какой экстерном я говорю ну у ваш у STEев есть но у нас нет такого обучения я говорю ну как это нет такого быть не может я говорю я знаю что у вас есть они говорят ну вы знаете позвоните в бухгалтерию это же платная наверное вы знаете у них я звоню в бухгалтерию в бухгалтерии кабардино-Балкарскому университету – экстернат Они говорят, не слышали меня о таком Но у нас сейчас, вы знаете, мы вам не можем сейчас дать никаких конкретных ответов Сейчас у нас все люди на карантине, здесь в университете практически никого нет Позвоните там через несколько недель и тому подобное И мы ничего вам сказать не можем, и все, и на этом у нас разговор закончился Тем не менее, я решил все-таки самостоятельно Ну не может быть, потому что во многих учебных вузах, в университетах, в институтах Экстернат есть, кстати, люди обучаются экстерном и так далее И нашел положение от 17-го года о том, что действительно ученый совет организовал в августе 30-го августа 17-го года вот этот экстернат Кстати, ну это в интернете я нашел, наверное, нашел А значит, если он 30-го, они только организовали у себя при УЗИ вот этот экстернат Получается, господин тропедник через 2 месяца поступает в этот экстернат И через 28 дней его заканчивает Смешно? Смешно Не смешно, но грустно Вот такая ситуация, значит Мы все с вами понимаем, мы все с вами заканчивали высшее учебное заведение Даже экстерном нельзя закончить учебную программу, рассчитанную на 5 лет и так далее Закончить за 28 дней Это одна сторона дела Другая Значит, для того, чтобы поступить в наш российский УЗ Сразу сказать Учиться на магистра Для этого у него должно быть соответствующее образование Российское То есть, если он начинает экстерном Поступает после среднего образования, после технику Он поступает, так сказать, учится на бакалавру Там срок уже, ну вообще, когда он учится Там на бакалавру 4 года учится, если я сейчас вспомню точно Ну вот, значит Он ни одного дня не учился в российском УЗИ То есть, он не учился вообще не только в УЗИ Он не учился даже в первом классе российской школы То есть, никакого российского учебного заведения Ни начального, ни среднего, ни профессионального Не вышел, он не заканчивал Спрашивается, на каком основании он был зачислен в экстерном Для того, чтобы допущен для сдачи итогового экзамена Или чего, для этого совместа То есть, у него нет никакого Да? Есть целый ряд вопросов, которые надо выяснить Поэтому, я уверен, что господин Троевестник Вернее, я будем так говорить осторожнее Предполагаю И совершенно очевидно Он не мог за 28 дней Значит, есть учебная программа Планы есть, да? Мы все знаем Необходимо сдать целую массу экзаменов, зачетов Курсовые написать, защитить И в конце концов, значит, подготовить диплом на работу И защитить ее Для этого надо проходить практику То есть, по срокам Даже если вы поступите экстерном Будете по стране учиться Невозможно за 28 дней все это дело пройти Только для этого нужно несколько лет Ну, пускай экстерном по сокращенной программе С учетом того, что у него нет никакого российского образования Он там должен был хотя бы 2-3 года здесь учиться Вот такая ситуация То есть, мы можем сегодня говорить Что никакого профессионального образования Полученного в российском вузе у господина Трапезникова нет И вот этот диплом, который ему дали А, скорее всего, он просто заплатил деньги А это действительно, там она экстерном учится обучение Она оплачивается Поэтому тут, я думаю, криминала никакого нет Деньги заплатил, ну, ходил, не ходил И потом диплом тебе выпишет Ну, естественно, по стечению определенного времени Год, два, три и так далее Ну, не через 28 дней Это же понятно Да и какие... Вот И, значит, что должны были сделать наши Вот эта конкурсная комиссия Которая была создана из 6 человек Когда они проверяли все эти документы Конкурент Как претендентам на замещение должности Главы администрации гордости Тщательным образом проверяли Проверялось? Я думаю, не знаю То есть спецслужбы проверяют и так далее Как они проверяли Что вот эту Тушту натуральную Не заметили А если заметили Не посчитали Нужно как-то на него обращать внимание Скажем, да Обнародовать ее и так далее Ну, вот сейчас, значит Думаю Это во-первых Значит, у него отсутствует полностью Нет Можем сказать, что нету никакого Законного образа полученного профессионального образования Вся эта экстерна, которую он закончил вуз Получил Такой же диплом Можно сравнить его с дипломом Купленным в московском переходе Где-то там, пешеходном И можно им щеголять Там до определенного времени Это, сказать, одно из условий То есть по этому основанию Его можно сейчас Можно заняться Правоохранительным органом Прокуратуры Там спецслужбы наши Исследователи И так далее Для того, чтобы выяснить В конце концов Может быть, вот это письмо Которое мне прислали Уважаемые Проректорам по учебной работе Университета Что-то они там напутали Может быть, он действительно там Как мрак на галерах Пахал в этом университете И совершенно закончен Честно Учился там Заканчивал Сдавал все экзамены Зачеты Написал диплом на работу И так далее Не будет вопроса Но это письмо есть От него уже не откринется Которое свидетельство о том Что этот человек Получил В государственном вузе Российской Федерации Гражданин Вот тогда, в 17-м году Не был гражданин России Гражданин России В апреле 2019 В 17-м году Гражданин иностранного государства За 28 дней Прошел полный курс Обучения в государственном вузе Должны выяснить это Наши правоохранитель Я думаю, должны Вопросы есть Вопросы к тем, кто Комиссия Которая проверяла Конкурс на ее документы Это одна сторона дела Второе Опять же, если мы с вами зайдем На анкету Которую будем смотреть Размещенную На сайте официально На официальном сайте Города листы администрации То вы обратите на его Трудовую биографию Значит, тут он заканчивал И так далее Учился Был студентом Про технику ПТУ Потом работал Лифтосварщиком Потом фанатский клуб Клуба «Шахтер» возглавлял Потом какой-то ООО там Там сколько там Четыре месяца Ну, полгода, наверное Потом какой-то благотворительный фонд Директор бильярдного клуба был Потом спортивный клуб Какой-то возглавлял И вот В 2010-2012 году Заместили Представителя Какого-то районного совета В 2012 году Заместили Начальника Какого-то Кооператива И вот В 2014 году Когда были Начались события В Украине В Донецкой области Вот Этот господин Стал одним из лидеров Руководителей Вот этой Донецкой республики То есть Уходил число руководителей Вот этого непризнанного Так сказать Субъекта Они себя называют Независимым Суверенным Государством Но таковым Ее не признают Даже Российские Федерации И тем более Вот этот данный регион ДНР Не является Субъектом Российской Федерации Значит Что мы здесь С какой-то делом Исходя с его биографией Рабочей Вот этой трудовой Что господин Трапельников Не имеет Ни одного дня Работы На территории Российской Федерации Тем более У него нет стажей Муниципальной И государственной службы А данные требования Наряду с профессиональным образованием ДНР Является обязательным То есть В нашем Региональном законе В республиканском законе Колумбатском О некоторых И плюс В федеральном законе То есть Это требование Обязательное Вы понимаете? Откуда тогда Почему Взяли? Возможно Я предполагаю Что значит Вот эти Трудовые биографии С 14 по 18 год Значит Где он работал В этих На различных Должностях Руководства В ДНР Они его Посчитали Сказать ему Да Как работа В органах Государства Муниципальной Власти Это недопустимо Если они так это сделали Ну вряд ли Они на такой Идиотизм пойдут Потому что Я вам все это говорю Донецкая Народная Республика Не является Субъектом Российской Федерации Поэтому Все что они там написали Никаким образом Она Не может учиться В качестве Так сказать Обязательного Слова Для участия В конкурсе На замещение Должности Главы Администрации Города Листры То есть Сплошная туфта Что я думаю То есть Как они его Тогда пропустили На этот конкурс А просто Я думаю По беспределу Решили полностью Игнорировать Наполевали на то Что у него нет Соответствующего Профессионального Образования Получено в Российском ВУЗе Нет необходимого Стажа Муниципальной Государственной Службы И решили Так сказать Наплевать на все Пускай идет Пускай работает Да То есть Ясно дело Я уже Не беру Во внимание Там О чем думали Наши депутаты Лисийского Городского Собрания Они о чем Не думают Это обычно Такие марионетки Понимаете Им будет стыдно И должно быть Им стыдно За то Что они Закрыли На все глаза И посадили Во голове Нашего города Вот этого Мошенника Понимаете Сепаратиста Не имея На это Никакого Права Им должно Быть стыдно До гробовой Доски Что они На это Пошли Сознательно Вот Поэтому Сейчас Так сказать Я думаю Право Я Эту ситуацию Я сейчас И опубликую Материал Будет Будет Следующий номер Газеты Листинский Курьер Ребята Сказали Что Видимо Она будет Размещена В социальных Сетях И на это Должны Обратить внимание Правоохранительные органы Должны заниматься Прокуратуры Потому что Мы с прокуратурой Уже Давно То есть С момента Назначения Трапезикова На эту должность Временно исполняющего 26 сентября 29 сентября Мы направили От имени Съезда Исполком Съезда Исполком 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 Что Назначение Трапезика Является Незаконным Норзу Временно Исполняющего Главой администрации Города Листы И Главой Города Листы И тогда Он был так И нам Кстати Под различными Предлогами Отвечали В том числе И прокуратура В частности Я получал Говорят Одно из последних Может быть Ответ Я обращался В Генеральную прокуратуру Те естественно Как обычно Переслали Нашу Республиканскую прокуратуру Республиканскую прокуратуру Спустила Мое обращение Городскую прокуратуру Города Листы И вот Они мне Там есть Такое интересное Закавыка Они мне сообщения Что вот так А так Семен Николаевич Никакого нарушения При назначении Временно Исполняющего Обязательства Нет Законодательства Поэтому нет необходимости Проводить прокурорскую проверку Поскольку он в риву Все эти запреты Требования Которые вы говорите О необходимости О наличии Образования Высшего О наличии Стажа Все это имеет К руководителям Муниципалитета Которые работают По контракту Запоминать То есть Они подставились Вот если Когда будет Пройдет Конкурс Вот тогда Мы посмотрим Я дело Сказать У себя На ус Намотал И сейчас Должны Вот эта прокуратура Ответить Ну все Конкурс Прошел Контракт С господином Трапезниковым Арзаевым Заключил Значит Те запреты И требования Которые Вы сказали Имеют отношение Только к тем Руководителям Которые работают По контракту Распространяются То есть Изучайте Смотрите Проверяйте И примите Все Миры Чтобы Немедленно Отстранять От должности Этого Господина Вот такая ситуация Так Ну Были вопросы Транслируются ли В фейсбуке Нет Не транслируются Но Мы сохраним эфир И выложим В ютюбе Как обычно На канале Листа Наш город Я думаю Эфир был интересный Вопросы Если остались То Прямо сейчас Пишите Если нет То будем завершаться Ну все Спасибо всем За эфир Тогда В ютюбе Мы выложим Кто не успел Распространяйте Чтобы Те кто не успел Еще могли посмотреть Все Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому